Всем привет! Сегодня у нас на распаковке новая камера компании DJI с названием Osmo Packet. Стоимость данной камеры в официальном магазине на данный момент 349 долларов. Это базовая комплектация, которая в обзоре. Но также в камере существуют аксессуары, которые будут очень кстати при эксплуатации, но которые необходимо покупать отдельно. В момент покупки в магазине не было необходимых мне аксессуаров, поэтому был куплен только базовый комплект. Скажу, что аксессуары нужны и я их обязательно докуплю. Об этом расскажу чуть позже в последующих видео. А пока давайте посмотрим на камеру и немного расскажу о ней. Упакована камера в белую коробку покрытую пленкой, все компактно. Открыв коробку мы видим саму камеру, чехол для удобной переноски камеры, два адаптера, один Lightning для подключения к iPhone или iPad и Type-C для подключения смартфонов с этим разъемом. На данный момент у меня нет переходника с Type-C на microUSB, поэтому пока нет возможности проверить, будет ли работать с смартфонами с microUSB. Но могу сразу сказать, что даже если и будет работать, то будет очень неудобно за счет удлинения порта из-за переходника. Ну а если найду переходник, обязательно попробую и расскажу в более подробном обзоре, в следующем видео о камере. Также в комплекте идут инструкции, русский язык присутствует, кабель Type-C и темлячок, который цепляется не к камере, а к чехлу. Камера компактная и очень легкая. При включении камера просит нас активировать ее, без телефона этого сделать нельзя. Необходимо установить приложение DJI MIMO и подключить камеру к смартфону и пройти регистрацию согласно инструкции, которая будет в приложении. Так что если у вас нет iPhone или смартфона с Type-C разъемом, если вы планируете ее купить, подумайте у кого можно взять воспользоваться подходящий смартфон для активации. После активации камера становится полноценной и смартфон будет выступать только приятным дополнением для нее. При активации перед использованием камеры мне залилось две версии прошивки. В начале первая, потом вторая. Это хорошо и означает, что с момента производства как минимум два раза выходили обновления. Русского языка пока нет, но думаю это дело времени. В ближайшем времени язык добавят, так как в инструкциях он присутствует. Но и без него все интуитивно понятно и легко настраивается. На лицевой стороне камеры расположен экран и две кнопки. Одна выступает за включение или остановку записи, а вторая за включение-отключение камеры, а также за отмену действия при управлении камерой. Экран сенсорный, свайпнув в разные стороны, мы попадаем в разное меню настроек. Отклик хороший, управляется неплохо. Экранчик, конечно, маловат, но к нему быстро привыкаешь. Под экраном находится заглушка, сняв которую у нас есть возможность подключить переходник для подключения смартфона. С левой стороны расположен разъем для карт памяти microSD. Мою карту от SanDisk на 128 гигабайт камера приняла отлично, без каких-либо проблем. Снизу расположен разъем Type-C и микрофон. Заряжать устройство удобно в чехле, для этого там предусмотрено отверстие. В этом плане все удобно и продумано. Также можно вставить камеру в чехол с подключенным адаптером для смартфона. Для этого также предусмотрено отверстие в защелке. При включении камеры голова автоматически настраивается. Я не могу отнести себя к большим ценителям качественной картинки и только встал на этот путь, но качество картинки, снятой на камеру, мне очень нравится. Снимает отлично даже при плохом освещении. В полной темноте, конечно, ничего не снимает, но отлично фотографирует. Фотографии получаются красные, но четкие и понять, что находится на фотографии, очень легко. Мой смартфон даже с вспышкой так не справляется. На данный момент у нас пасмурная погода и снять кусочек видео с хорошим дневным освещением у меня пока не получилось. Но и при такой погоде качество, как по мне, просто изумительное. Снимал на настройках по умолчанию. Качество стабилизации на высоте и мне придраться тут не к чему. Я пользуюсь камерой всего неделю и она мне очень нравится. Конечно, есть несколько недостатков, они незначительны и решаются дополнительными аксессуарами к камере. Но пока их нет нигде в наличии и как только появятся, я докуплю их. Но в любом случае, я пользуюсь камерой некоторое время и сниму более детальный обзор. С дополнительными аксессуарами или без них. На этом у меня все. Ставьте лайк, если интересно посмотреть детальный обзор на камеру, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и удачных покупок!